Многие из тех, кто должен был отправиться в Бразилию на Олимпийские игры, сейчас находятся в подмосковном Жуковском. Там проходит Кубок России по лёгкой атлетике. Для спортсменов решение суда стало настоящим ударом. И для любого атлета участие в Олимпиаде – главная цель в жизни. В Жуковском работает наша съёмочная группа. В прямой эфир выходит Иван Прозоров. Итак, Иван, вам слово. Алена, здравствуйте. Действительно, второй день Кубка России по лёгкой атлетике подходит к своему концу. Именно здесь Сергей Шубенков, как вы уже сказали, чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы. Тот спортсмен, про которого говорили наша Олимпийская надежда, подтвердил свой класс. Он победил в беге с барьерами на 110 метров. И, разумеется, здесь обсуждают не результаты этого Кубка. Все говорят о решении спортивного арбитражного суда. Это стало настоящим ударом не только для именитых спортсменов, на которых ставили, про которых говорили Олимпийские надежды на играх в Рио, но и для молодых атлетов, для которых Олимпиада – это без преувеличения мечта. Большая мечта, которую просто сломали решением этого арбитражного суда. К нам в прямом эфире сейчас присоединяется генеральный секретарь Всероссийской Федерации лёгкой атлетики. Михаил Яковлевич Бутов. Здравствуйте, Михаил Яковлевич. Я знаю, что вы присутствовали в Женеве во время обсуждения, во время заседания. Хотелось бы узнать, какие аргументы были у российской стороны. Арбитражный суд прислушивался ли к этим аргументам? И как вы можете прокомментировать решение? Ну, я могу сказать, что да, это иск Олимпийского комитета России, 68 наших легкоатлетов, как вы знаете. Аргументация была представлена ещё до начала заседания, что с нашей стороны, что со стороны Международной Федерации. Да, действительно, выслушали, и это довольно такая длительная была длительная спич юристов. Больше трёх часов, по-моему, каждая сторона представляла свою позицию. Наши главные аргументы заключались в том, что критерии, которые выданы Международной Федерации, с нашей точки зрения, избыточные. Более того, они неправомерные, поскольку обращают к ретроспективе. То есть, они назначили обязательство спортсменов тренироваться работать вне территории России, под контролем других антидопинговых служб, уже после того, как, ну, собственно, этот период прошёл. Это главное. Ну, и ещё целый ряд аргументов, которые мы представили. Ещё раз повторю, направленность была, критерии неправомочные, и нужно использовать только спортивные критерии. Выслушать? Да, действительно, выслушивали. То есть, с точки зрения процессуальных каких-то вопросов нет. У нас всё проходило достаточно профессионально. Сегодня объявлено решение, как и тоже было обещано. Это, конечно, нас очень разочаровало. Собственно, практически получается так, что те аргументы, которые высказывали наша страна, не были приняты во внимание. И в данном случае решение суда, с точки зрения юридической, это высший орган, спортивный орган в мире. Как вы полагаете, почему эти аргументы не были услышаны? Я полагаю, что что-то на самом деле нарушено вообще институтационально в спорте в мире. Поскольку получается, что Международная Федерация – это некий такой всемогущий орган, который может любые критерии неспортивные применять к спортсменам. И это является основой для, собственно, всего спорта. С моей точки зрения, это абсолютно неправильно и недемократично, и несправедливо по отношению к спортсменам. Потому что только именно для спортсменов эти критерии были. Касательно спортсменов, это решение фактически уравнивает и тех, кто улечен в применении допинга, и тех, кто никогда не был в этом замечен, такие легенды, как Елена Исимбаева. Какие дальнейшие планы наших ликоатлетов? Да, я, пожалуй, скажу, что даже не уравнивает. А, по-моему, наших спортсменов чистых ставит в более унизительное положение. Потому что целый ряд спортсменов, которые были ранее улечены, сейчас, да, они закончились, у них срок дисквикации, они будут участвовать в Олимпийских играх. А Елена Исимбаева, Маша Кучина, Сережа Шубенкова, другие наши спортсмены не смогут этого сделать. Что касается дальнейших действий, ну, с точки зрения юридической, конечно, можно продолжить оспаривать решение ИАФ, не КАС, потому что там процессуально все было нормально. Решение ИАФ можно оспаривать и в гражданских судах, судах по правам человека. Я думаю, что эти возможности надо использовать до конца, но это уже, к сожалению, не будет касаться участия в Олимпиаде. Касательно спортивных мероприятий, спортсмены, это ведь цикл подготовки Олимпиады. Они сейчас на пике формы. Что они будут делать дальше? Это тяжелейший удар для них? Будут ли они готовиться к дальнейшим соревнованиям, которые были запланированы после Олимпиады? Или будет какое-то возможность отдохнуть для них? Это самый тяжелый вопрос. Сейчас как раз иду, буду встречаться и с тренерами, и со спортсменами. И тяжелый вопрос. Ответа на него пока нет? Ну, конечно, конечно, есть планы. Именно даже на 16-й год, на будущее. Мы рассматривали разные варианты, в том числе и такой пессимистичный вариант. Завтра будет заседание президиума. Предложим некую программу шагов членам президиума. Будем обсуждать. Спасибо большое, Михаил Яковлевич. С нами в прямом эфире был Михаил Яковлевич Бутов, генеральный секретарь Всероссийской Федерации легкой атлетики. Напомню, сейчас будет решаться судьба наших спортсменов, и юридическая, и спортивная. Будет обсуждаться. Ну, а мы вместе со спортсменами, пожалуй, с тревогой будем ждать решения Международного Олимпийского комитета, который будет его выносить, основываясь на решении спортивного арбитражного суда. Алена. Да, Иван Прозоров общался с Михаилом Бутовым в Подмосковно-Бжуковском, где сегодня завершается Кубок России по легкой атлетике. Спасибо.